всем привет друзья очередное видео прочитаю несколько статей очень интересные статьи ну обычно те которые занимаются пчеловодством и приходится снимать раи хорошо когда они сели на низ на низу их подошел струсил чуть-чуть повыше лестницу ставить надо а если рой сел очень высоко у меня тут высокие деревья ну ходишь вокруг как леса вокруг это самого дерева где ворона сыром ну как же достать его но как же достать надумаешь но кто-то предлагает удочку леску удочку и с грузилом и закидываешь туда и этим спиннингом тащишь пока не перекинешь через ту веточку где этот рой сел и вот дальше мы смотрим что тогда опускаешь эту леску цепляешь эту рамочку туда к этой леске грузила цепляю зацепляешь леска конечно покрепче вот рамочку с медом сотом и подтягиваешь под этот рой подтянул ее держишь рой залезет чине залезет ну разные бывают ситуации вот у меня была один такой ситуация ну сел рой высоко я уже так и сяк подходил к нему думаю ну как его снять это в начале моего пчеловодства сделал длинную длинную удочку с крючком ну думаю сейчас я его стрясу струсила он пырк не упал он разлетелся и улетел ну такой хороший рой был до сих пор вспоминаю так сказать с сожалением ну вот здесь человека и делится как снять рой с высокого дерева естественно один пчеловод полез на это высокое дерево может упасть сломать себе хребет шею или ну неудобно при всем желании неудобно один человек мне рассказывал вообще без руки пчеловод полез снимать высоко ну я рук как же ты бедняжка не упал но упал бы ты убился стоит ли тебе за этим роем лезть туда вот такие мы пчеловоды знаете одержимые пчеловодством и идея это ну как бы сохранить я думаю что это миссель преследует всех вас чтобы так разумно экономно чтобы удачно развивать свое пчеловодство и я на этот раз хочу вам прочитать интересную статечку эта статья называется так как снять рой с высокого дерева на нашей пасеке находящийся в таге были развешаны привои для раёв но в тихую жаркую погоду раи как правило поднимается высоко и прививаются на хвойных деревьях залезть и снять рой свет светви на высоте 10-15 метров почти невозможно ну естественно всем это понятно таких случаях я несколько раз снимал рой чем вы думаете выстрелом из ружья первый раз был снят рой с высоты около 10 метров выстрелом картечу в сук сантиметров на 30-40 ниже роя понятно всем то есть нет не в рой бить где он висит а именно в то ответвление в ту веточку или сук на котором он по повис и тогда он бьет сюда вот картечу на 30 сантиметров и этот сук сотрясается что интересно от выстрела и можно даже сбить перебить это дерево если это картечь вот если небольшой это веточка от сильного сотрясения рой упал на землю через несколько минут все пчелы зашли в ящик роевню с четырьмя рамками поставленную рядом с роем впоследствии я стал класть на место где упасть рой утепляющие подушки все мои рои снятые с высоких деревьев выстрелом картечу из ружья обеспечили себя медом к зиме гибели маток ни разу не наблюдалось что хочу добавить в основном зная из практики своей и из других практик которые делились опытом пчеловоды матка как правило находится сверху старается сесть сверху и потом снизу и висит к росте этого роя поэтому когда он падает она успевает как говорится это трое успевает разлететься вернее матка успевает взлететь по-видимому и обычно там бывает я хочу еще добавить что раи которые садятся высоко это как правило раи не перваки автораки вторак третяк и еще то есть эта семья уже по второму разу роится или по третьему разу раи запчет не досмотрел и она поэтому у несколько раз меньше если первый рой выходит на 4 рамочки то или на 5 рамочек то второй в два раза меньше на две с половиной рамочки или на рамочку с половиной третяк выходит то есть разные раи обычно первый рой выходит половина семи потом семья еще раз пополам делится еще раз пополам и потом маленькие такие клубочки могут висеть если эта семья по каким-то причинам израил ася и поэтому обычно втораки они садятся высоко их снять невозможно под почему потому что во втором рои который вышел с одной и той же семьи как всегда существуют неплодные матки и не одна а штук несколько две три а может пять а может и восемь потому что эти маточники были запечатаны первак как правило выходит на плодную матку большой рой и он как правило садится недалеко его можно снять он на высоту полтора два ну три метра может сесть то есть и ну в зависимости какая растительность растет на вашей местности то ли кусты то ли деревья то ли еще что то где он может приземлиться даже на забор может приземлиться поэтому друзья возьмите во внимание если вы еще и охотники есть у вас уж еще вас ружья то вот такой процесс я думаю интересный ну работает и думаю и вам пригодится и так друзья значит эта тема закончилась хочу перейти на другую тему она небольшая темка вот ну весьма интересно я хочу вам показать и рассказать это опять о прополисе которые один из ценных продуктов пчеловодства и люди не знают даже пчеловоды не всегда знают как использовать прополис в одном видео я немного рассказал и здесь немножко расскажу буду постепенно рассказывать о прополисе если будут попадаться хорошие так сказать рецепты и вот сегодня расскажу применение прополиса один читатель пишет так последнее время я стал применять высокосортный прополис в виде ингаляции при заболевании верхних дыхательных путей легких ну естественно всем понятно что это за заболевание он тут так написал заболевания дыхательных верхних путей легких ну естественно это кашель грипп вот и человек мокрота не может от кашляться это очень хорошо помогает ну сейчас в данный момент когда я делаю это видео это декабрь стоят очереди естественно на прививку от гриппа некоторые тут в америке сильно распространяют ну а результат который дает более положительный это прополис его можно применять для ингаляции он очень является обеззараживающим веществом которое убивает эти бактерии послушаем что тут небольшая статейка надеемся что этот способ в близком будущем будет широко успешно применяться при ряде заболеваний он очень прост и легко может быть осуществлен не только клинике но также в домашних условиях кроме того он приятен не только для больного но и для окружающих так как освежает и насыщает воздух комнаты или палаты ароматом бальзамов и эфирных масел прополюса и ароматических веществ пчелиного воска проводить ингаляцию довольно легко в любых условиях клинических поле поликлиники или домашних для этой цели 60 граммов высокосортного прополюса слушайте внимательно 60 граммов это не так много человек может собрать купить и 40 граммов высокосортного воска естественно и воск у пчеловодов достатки 60 и 100 граммов это небольшое что делать сделать предлагает он кладут в алюминиевую чашку емкостью 340 миллилитров и ставит ее боль в более широкую металлическую чашку с кипящей водой ингаляцию проводят не более 10 минут утром и вечером в комнате в палате где находится больной в течение двух месяцев ну это дышать ингаляция это дышать если вы поставили эту маленькую емкость большую емкость которую налили воду то маленькой емкости на находится растворенные это небольшом пропорции в пол литра воды растворено 100 граммов этой смеси 60 граммов этого прополюса и 40 граммов воска понятно всем тут ничего добавлять не надо есть тут еще другой рецепт 80 граммов прополюса и и 80 процентов прополюса и и воска где-то 40 процентов кто-то тут напечатал но я вам сейчас покажу это вот процессы на как этот работает тут нарисованы тут нас керосиновая лампа снизу подогревает стоечка приблизительно нарисовано схематическое применение прополюса как это подогревается когда если это закипела продукция стала начинается непосредственно не огонь не поступает к той емкости в которой находится вода 50 допустим пол-литра и растворенный прополюс и воск а она это эта вещь нагревается вода кипяченой водой и поэтому испарение идет и нагрев идет от воды от кипяченой идет испарение всей этой воды вместе с прополюсом с воском но обычно накрывается или мешковиной или курточка или еще чем-то и и люди стараются дышать но неестественно что-то где-то там пропускает выходит и они дышат вот определенная тут написано слушайте внимательно не более 10 минут мой товарищ пчеловод занимался этим говорит очень полезно я не занимался друзья скажу правду вот но когда встречался с этим товарищем пчеловодом он говорит очень и очень помогает поэтому вот здесь напечатали эту статейку небольшую сейчас я вам покажу как это она устроена обратите внимание вот эта квадратная емкость с водой а вот это на конус это емкость сверху зацепляется и ставится а снизу как бы это керосиновая лампа это приблизительно на стойках стоит вот это снизу керосиновая лампа она с огнем подержит но это приблизительно схематическое устройство это вы можете сделать и на печке газовой везде главное чтоб вторая емкость не касалась огня чтобы вода вокруг то внутри обходила эту вторую емкость со всех сторон я думаю что это очень простой и сверху накрывается как говорится пар идет видите белый пар идет сверху это это испарение воска прополиса вместе с водой которым дышит человек в течение 10 минут пожалуйста если вам это понравилось вот ставьте лайки подписывайтесь применяйте ну я еще продолжу следующую информацию которая тоже интересно это еще одна тема небольшая которая сильно интересует многих пчеловодов именно зимовка пчел на падевом меде потому что часто пчелы погибают и по этой причине почему они погибают то ли пчеловод беден не может ну заменить сахаром то ли обстановка но это всегда бывает той местности где часто много падевого меда вроде бы в одном году был падевый мед нормально перезимовали в другом году опять падевый мед не перезимовали что нужно делать какие применять меры вот пишет один человек обмен опытом я прочитаю это не сильно большая статейка послушаем зимовка пчел на падевом меде наши пасеки расположена в лесной местности с 1955 года в результате сухой погоды липа совершенно не выделяла нектара а на листьях деревьев появилось много паде который пчелы охотно собирали падевый мед мы не смогли заменить на сахар и пчелы пошли в зимовку на падевом меде чтобы предупредить гибель пчел от паде сразу же после постановки пчел в зимовник поддерживали низкую температуру от 0 до 2 градусов мороза регулярно поили пчел расставляли стеклянные банки с водой на прилетные доски и пропуская фитиль через верхний литок ну фитиль который на керосиновых лампах ставили он по нем вода подымается потому что фитиль имеет такое свойство всасывать воду у него мелкие капилляры и она выходит сразу наружу и держит почему и керосин подымается вверх и горит по этому фитилю читаем дальше до января пчелы зимовали удовлетворительно а со второй половины января в отдельных семьях появился понос дальнейшее паение привело к избытку влаги в ульях рамки стали плесневеть а мед закисать паение пчел мы были вынуждены прекратить температуру понизить минус 2 минус 4 ниже нуля ну по-видимому раскрывали двери на дворе мороз был при более низкой температуре пчелы сидят более спокойно и подмора меньше но как мы убедились этим способом нельзя спасти пчел от гибели комнатный облет также мало пригоден и практически неэффективен мы решили провести сверх ранний облет на воле в начале марта подготовили площадку с южной стороны помещения очистили ее от снега в марте в тихий солнечный день когда температура на солнцепёке достигала плюс 14 тепла улья выставили и пчелы хорошо облетелись после облета донья ульев почистили часть опоношенных рамок заменили чистыми полнометными вечером пчел убрали в зимовник в результате сверх раннего облета пчелы перезимовали на опадевом меде хорошо без потерь мы пришли к выводу если зимовка пчел на опадевом меде станет неизбежностью надо стремиться к тому чтобы как можно раньше провести облет пчел это один из лучших и надежных способов сохранения пчел я это тоже поддерживаю хотя я тут живу на юге вот и все мы знаем как что пчелы чем дольше сидят они без облета тем больше них полный кишечник это приводит к расстройству всей пчелиной семьи если они облетываются хотя бы через два месяца или через три то это уже прекрасно чем чаще они облетываются если есть погода то тем лучше и пчела спокойнее и чище выходит из зимовки и так вот это вот самый важный момент пчеловоды должны отметить не упустить что если есть предоставляется возможность зимовать на улице на дворе не в зимовнике старайтесь делать на улице потому что при любом удобном случае можно сделать пчелам облет и таким образом у вас больше гарантий что ваши пчелы ваша пасека сохранится даже при неудачном как говорится в меде падевом меде и так друзья мои дорогие еще хочу вам одну статейку прочитать она небольшая статейка весьма интересно я видел этот продукт это физалис хороший медонос физалис это пишет левченко ленченко станица мещерская тумановского района смоленской области это с россии в смолении вернее смоленск до бывший ссср вот уже несколько лет я вас делаю мексиканский овощной физалис сортов московский ранее грунтовой грибовский кондитерский скажу коротко меня как пчеловода-вощевода очень интересует эта культура и надо сожалеть что она не получила широкого распространения среди пчеловодов из зрелых плодов физалиса приготовлю вкусное варенье компот пастилу овощной рагу их маринуют и солят используют при приготовлении кондитерских изделий плоды физалиса полтора раза питательнее помидоров и более чем в два раза огурцов по содержанию сахара его плоды превосходят малину и землянику но это еще не все по длительности цветения ни одна другая культура не может быть сравнена с физалисом цветет он с первых чисел июня до самых осенних заморозков хороший медонос физалис принадлежит к семейству посленовых его возделывают рассадным способом семена высевают одновременно с семенами помидоров а высадку рассады в грунт производят на 10-12 дней раньше рассады помидоров физалис более урожаен чем помидоры плоды его достигают веса 70 грамм но на одном кусте их может быть до 100 штук агротехника возделана физалис совпадает с агротехникой возделывания помидоров однако он не требует посынкования и подвязки лучше удается на открытых местах к почве неприхотлив рассаду высаживают на расстоянии не менее 70 на 70 сантиметров положил предварительно в лунку не менее килограмма перепревшего навоза смешанного с небольшой дозой древесной золы и землей рассада приживается легко поэтому частых поливок не требует но в жару очень отзывчиво на отзывчив на жидкие минеральные и органические подкормки посев физалиса можно производить и под зиму прямо в грунт сорт физалиса грунтовой ну в то время такие были грибовской можно высевать и ранее весной двадцатых числах апреля по нескольку семян в одно гнездо после появления всходов лишние растения из гнезда удаляют и пересаживают получить семена из древних плодов физалиса очень легко для этого плоды хорошо разминают или пропускают через мясорубку и всю полученную массу размешивают воде доброкачественные семена осядут на дно слив воды с массой от размятых плодов семена растилают тонким слоем на фанере или на газетной бумаге и просушивают на солнце или на теплой печи созревание плодов физализа начинается через 50 60 дней после высадки рассады или через 80 95 дней после посева семян грунт первыми созревают нижние плоды поэтому убирают урожай выборочно не допуская опадения плодов если пчелы почему либо плохо посещает физалис необходимо их подкормить сиропом с примесью цветков этого растения взяток с физализа бывает обильный мед вкусный пчеловодам желающих испытать эту культуру могу выслать немного семян физализа ну этот в то время человек предлагал журнал 1959 год номер 12 это я читал все эти статьи с этого журнала пчеловодство 1959 год номер 12 и так далее друзья на этом я буду заканчивать обращаю мне ваше внимание что все что вы прослушали пожалуйста если вам что-то понравилось запишите внизу то ли рецепт то ли растения допустим вот это физалис хороший медонос очень для приусадебного участка если вы любите помидорчики сажать огурчики малинка у вас и вот как раз это хороший медонос малинка идет с ранней весны а это медонос во второй половине лета и до осени советую посадить ваши пчелы будут довольны и вы будете довольны и кушать будете не вкус будет хороший я думаю что в настоящее время можно достать эти семена на интернете я не интересовался но мой сынок и разных сортов семян достал сейчас очень распространено намного лучше чем прошло ну 60 70 лет назад было итак друзья подписывайтесь ставьте лайки ждем вас до следующего видео все что интересно задавайте вопросы спрашивайте буду искать эти темы для пчеловодов если найду постараюсь выложить до встречи до следующего видео спасибо за субтитры сделал DimaTorzok спасибо за субтитры сделал DimaTorzok